Ну что ж, сегодня продолжим исследовать часовой искусство и снова попробуем закрепиться в часовом прошлом. Дело в том, что в Москве стартовала выставка «Арт Москва». И хотя у меня уже есть к ней личные претензии, все же что-то интересное я вам оттуда принес. «Арт Москва» — это проект, который призван объединить коллекционеров, антикваров, ценителей искусства. Причем коллекционеров не только чего-то винтажного, но и искусства современного, а то и интерьерного. Традиционно эти интересы делит большой проспект с ювелирными изделиями, поэтому наша задача не так уж сложна — смотреть всю выставку нам не обязательно. Классическое искусство здесь представлено большей частью живописью, графикой, однако, разумеется, встречаются и предметы искусства декоративного, а значит, есть и старинные часы. Большая их часть многим из нас уже, кстати, знакома. Там пир, который выставлен сейчас в Музее времени и часов. Такая приятная бронза начала середины 19 века. Увидев их впервые, поражаешься, но затем интерес к ним затухает. Проекты хоть и старинные, но массовые. Мне понравилось здесь скорее, как оформлен павильон салона под названием «Частная коллекция 13». Обращу внимание, что часы как бы смысловой центр этого закуточка, и тему времени постарались подчеркнуть и живописью. Над моделями часов висят натюрморты, которые можно проанализировать как условный ванитас, с атрибутами тщеславия и суеты в виде ювелирных украшений. Интересными здесь могут быть часы со скульптурной группой «Клятва Горациев», воссозданной по мотивам картины Давида. Ну и вот эта моделька. Она интересна символическим рельефом Хроноса. На Горациев внимание обратить, наверное, нужно потому, что это как бы созвучно мыслям, которые мы обсуждали в разговоре с Иваном Павловым. Дескать, часовое искусство все же очень сильно зависимо от искусства большого, вплоть до таких прямых заимствований. Однако и мы можем вернуть пару камней в огород Ивана. Техника некоторых мастеров все же оказывалась такой искрометной, что часы получали свои названия не по имени мастера механики, а по имени литейщика или мебельщика. Впрочем, большая часть антикварных часов такая, и меняются лишь скульптурные группы. Но встречались и вполне себе занятные экземпляры. Один из них как раз можно отнести к примеру, озвученному выше. Здесь часы не механизм, а обертка. И оценивать их действительно надо как скульптуру, а то и скульптурную группу. Преимущество такой выставки перед нашим музеем в том, что хорошо видно, как часы не просто прибор для измерения времени, а именно что украшение интерьера. И часы не такая сильная доминанта. Их нужно вписать, аккуратно оформить. А потому нередко они лишь часть гарнитура с такими вот канделябрами. С точки зрения символики хороши часы с амурчиком. И вообще, будучи символом любви, амур частенько встречается на часах и в живописных аллегориях, как напарник Хроносу. В некоторых картинах, например, он вполне понятен. Например, здесь он выхватывает косу у Хроноса, словно бы заставляя время замереть, потому что пришла пара любви. Это известный жанр эпохи Рококо. Кстати, часы на картине эксперты относят в мастерской великого Шарльбуля. Я, если честно, символику до конца не понимаю. Может имеется в виду то, что любовь побеждает все, а может все куда драматичнее. Традиционно, в античности, боги имели как бы две ипостаси. Так и малыш Купидон мог символизировать и нежную любовь, и любовь-похоть. Со временем, разумеется, силы на всякие непотребства теряются. И таким образом можно поискать и обратный смысл, что время побеждает любовь и страсть. Интересные часы, а точнее история, связана с наградной доксой командарма Козлова. Это известный советский военачальник, правда в годы Великой Отечественной его постигла серьезная военная неудача, а проводимая им операция потерпела крах с большими потерями. Он был понижен в звании, но часы наградные получил он, разумеется, десятилетием ранее, в 1933 году. Причем, судя по всему, еще до того часы принадлежали кому-то другому, также являясь наградными. Моделька, кстати, недорогая, 210 тысяч рублей. Попался ряд занятных эдаких индустриальных экземпляров. О подобных часах я пока знаю мало, но интересен циферблат Хэмильтон. Подобные циферблаты мы рассматривали в рамках беседы о наручных часах. Здесь Тиффани выступает, вероятно, партнером или дилером, поэтому их логотип также присутствует. Из интересных современных интерьерные архитектурные часы из Италии. Ручная работа, камень, ну и работа по металлу. Часть часов кварцевые, часть механические. Все, без исключения, дорогие. С большим удовольствием поразглядывал работу из Петербурга начала 19 века. Здесь мы должны отмечить выдающуюся детализацию моделей, и это на мой личный вкус вот самая интересная часовая достопримечательность выставки. В остальном, здесь просто старые часы со старыми механизмами разной сохранности, которые представляют определенную коллекционную ценность. С любопытством обратил внимание и на такую модель. И часы в таком корпусе нам действительно встречались не так часто. Я поначалу прошел мимо, потому что ничего не смыслю в фарфоре, но что-то ёкнуло. Заглянул на донышко, две зубочисточки, и это действительно Мейсон. Внутри немецкой механической калибра с боем, так что очень и очень. Разговорились с владельцем салона Империя, пообещал показать такие часы, от которых мы все с ума сойдем, но тут стоит подумать, мне и этих хватило, когда ценник услышал. Кстати, об этом. Отдельно хочу обратиться к тем, кто еще раздумывает о флорентийской мозаике Брие. Встретил я и такое искусство, брошки, которые перед вами стоят 450 тысяч рублей. Ну и я вас благодарю за то, что снова прошлись со мной, прогулялись. Мне было не так одиноко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok